Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Продолжается, братья и сестры, празднование воздвижения Креста Господа нашего Иисуса Христа. И как раз в сегодняшнем Евангельском чтении, воскресного дня, в 15-й неделе Победе десятницы, мы слышали о том, как некий законник, обратился к Господу нашему Иисусу Христу с вопросом, какая наибольшая заповедь в законе? Естественно, если его именуют законником, он знал все законы церковные Ветхого Завета. И не только знал и любил эти заповеди в Ветхом Завете. Их было бесчисленное множество. Всякие законы, всякие обряды, всякие правила. Естественно, он, хотя говорят, искушая Господа, задал этот вопрос. Какая наибольшая заповедь в законе? И Спаситель ему ответил, этому законнику, возлюби Господа Бога своего всем сердцем своим, всей душою Твоею и всеми мыслями Твоими. То есть максимально возлюби Господа Бога в твоей жизни. И возлюби ближнего своего, как самого себя. То есть и ближнего своего максимально любить, как самого себя. И на этих законах любви Господу Богу и ближнему своему весь закон держится. Весь закон зависит от заповеди любви к Богу и ближнему своему. И естественно, братья и сестры, мы можем себе задать вопрос. Мы, христиане 21-го столетия. А как возлюбить Господа Бога своего всем сердцем, всеми чувствами, всей мыслью своими? Как возлюби Господа Бога, как самого себя? Когда прежде всего мы любим самого себя. Мы обидчивые, мы завистливые, мы гордые, мы лучше других. Вся жизнь вокруг меня происходит. И я в сердце жизни этого мира. Так рассуждает и поступает человек и современное человечество. Как возлюбить не себя, а Господа Бога и ближнего своего, когда мы себя любим больше всего и больше всех? И как раз сегодняшнее евангельское чтение в честь Креста, Господа нашего Иисуса Креста, в этом Евангелии, в неделю после воздвижения Креста, отвечает нам на этот вопрос. Как возлюбить Господа Бога своего? И как возлюбить ближнего своего, как самого себя? И первые слова этого святого Евангелия в честь Креста, Господа, мы слышали, «Кто хочет по мне идти, да отвергни себя, возьми крест твой и по мне грядет». Кто хочет идти за Господом, да отвержится себя, то есть да откажется от себя, откажись от своей гордости, откажись от своего самолюбия, откажись от своих греховных мыслей и дел, откажись от самого себя, от греховной твоей природы и приближайся к Господу Иисусу Кресту, Сына Божию. И вы будете иметь возможность возлюбить Господа и возлюбить ближнего своего. И как, братья и сестры, практически мы достигаем этой цели. Во-первых, в Святой Православной Церкви есть пост. В среду и пятницу мы своей греховной плоти, своему греховному телу, своей греховной плоти говорим, «Нет, не каждый день одинаковый, воздержись от мяса другой пустой пищи». Мы приводим, воспитываем свое тело в небольшом воздержании. Это помогает нам, братья и сестры, приводить свое телесное требование, желание, в основном греховное, в порядок. Обуздываем свое тело и свою волю, и свои чувства в сердце своем. Также Господь Иисус, Иисус Господь, откажись от себя, откажись от некоторых удовольствий, «Живи по закону Божию». Дальше эта крестная заповедь так звучит. «Аж те, кто хочет во мне идти, да отвергни себя и возьмут крест свой». Крест, братья и сестры, в жизни каждого человека действительно является спасительным крестом. Крест – это тот, те скорби и те проблемы, те переживания, которые посылаются Господом Богом для нашего вразумления, для нашего воспитания, для нашего улучшения. Если мы принимаем эти скорби, эти проблемы, эти переживания со смирением и кротостью, веря, что они посланы Господа Богом для нашего вразумления, для развития нашей мудрости, для развития нашей духовной жизни, тогда этот крест, который послан Господом Богом, поможет вам укрепить свою волю, поможет вам смириться, поможет вам быть скромными и смиренными людьми. Крест, который посылается Господа Богом каждому из нас, у кого нет своего собственного креста, и этот крест помогает нам и воспитывает нас быть лучшими и развиваться в духовном плане. Аж кто хочет по мне идти, да отвержится себя, и возьмет крест свой, и по мне грядет. И кто несет добровольно, смиренно, кротко, свой крест, братья и сестры, принимая скромно, без ропота, без ропота на Господа Бога, что этот крест невозможно нести, кто без ропота несет свой крест, как спасительное орудие, послана Господа Богом для нашего спасения, тот способен следовать за Господом Богом, ибо приобрел через носение своего жизненного креста и мудрость, и опыт, и смирение, и кротость. Да поможет нам всем Господь Бог идти этим путем. Исполняйте крестную заповедь Господа нашего Иисуса Христа. Аж кто хочет по мне идти, да отвергнется себя, возьмет крест свой и по мне грядет. Грядет, аминь. Благословение Господне на вас, только благодатью человеколюбие, всегда на ней близ, на поверьте веку.